Доброе утро! Меня зовут Диана, и эти выходные мы встретим вместе. Сегодня поговорим о новогодней моде, устроим минутку страноведения, и я расскажу тебе о крутом проекте видеокроссинга. Велика Россия, да только что мы о ней знаем. Где ты уже бывал, а где еще побываешь? Способ путешествовать, не выходя из дома, придумали ребята из Якутии. Смотрим! Можно позвать Альберта, он очень много знает. Матвей, он такой творческий. А еще Илью и Амину, они всех организуют. Точно! Мы собираем свою команду, чтобы участвовать в большом всероссийском проекте. Он называется «Смотри! Это Россия!» А посмотреть у нас есть что. От Крайнего Севера до Шаркова Юга, Калининграда до Чкотки. Самые разные места. Природа, люди, традиции. И чтобы объехать все, нужно много лет. Но когда нам ездить, у нас школа. Поэтому ребята из Якутии придумали такой проект, чтобы все школьники России перед Новым годом послали друг другу открытки. Только не обычные, а видео. Каждая команда участников записывает ролик о своем регионе, который затем направляется к команде из другого региона. Таким образом, школьники из разных частей нашей страны получат новые знания о стране. Одновременно и возможность завести новые интересные дружеские связи. Для этого мы и собрали свою команду. Нам нужно придумать, как лучше показать Ульяновскую область ребятам из других регионов. Чем можно удивить школьников с другого конца России. Определиться не так-то просто. Нам даже пришлось звать на помощь старшего товарища. Павел – постоянный участник Симбирской кругосветки. Он рассказал нам, что за чудесами далеко ехать не надо. Удивительно может быть даже то, к чему мы привыкли. Вот город Ульянов, он расположен на двух реках, Свияга и Волга. Текут они в разные стороны. То есть обычно же с горы все текут вместе, а здесь в разные стороны. А сколько интересного у нас в области. Ундорские динозавры, волшебные источники, сказочный лес. Сура – река, из которой рыбы подавали на царский стол. Сложнее всего выбрать самое-самое. Мне кажется, вот пещера – это самое тут красивое. Пещера – это по-любому, но про них рассказать нечего. Чтобы было, что рассказать. Да уж, в одну видеооткрытку все сразу не поместится. Зато, если из Ульяновска еще кто-то захочет участвовать в видеокроссинге, материала хватит на всех. Никольская гора, Сурский район, рабочий поселок Сурская. Спасибо. Вот историческое место и очень красивое место. Парк дружбы народов, вот парк строителей неплохой. Больше всего мы любим Виновскую рощу. Постоянно, практически каждый выходной мы с семьей проводим там. Там очень чудесные виды открывают. Ну а мы уже готовы регистрировать свою команду. Заходим на сайт «Смотри, это Россия». Заполняем специальную форму. Готово. Теперь нам на почту должно прийти письмо от организаторов, в котором нам скажут, для ребят из какого региона мы будем делать свою открытку. А еще в письме нам назначат мастер-классы профессиональных продюсеров и режиссеров. Они расскажут, как нужно делать видеооткрытку для проекта. Ведь не все в наши годы уже крутые сценаристы и операторы. Нужно немножко подучиться. Но самое главное, что участвовать в этом проекте может каждый школьник, а значит и вы тоже. Собирайте свою команду и давайте покажем всей России, как у нас здесь интересно. Классная идея, ребят. Но мы вот подумали, зачем ограничиваться только Россией. Когда у нас есть репортеры в самых разных уголках мира. Мы попросили ребят рассказать самое интересное об их странах. Здравствуйте, меня зовут Кира. Я живу в городе Нью-Йорке и в районе Бруклина. Мне так нравится то, что в Нью-Йорке то, что это хорошо для детей и взрослых. Тут есть очень много различий для детей. Например, музеи, парки, площадки. И везде можно дойти пешком. Привет, я зовут Оливия. Я тоже на Петербурге, но в Манхатте. У меня рядом есть Центр-парк. Ты можешь там ходить, играть и все прочее. Во-первых, Канада самая большая страна после России. Второе. Самое любимое блюдо у канадцев это макароны с сыром. Третье. Канадцы очень любят пиво. Четвертое. Так, в Канаде живут очень много бобров. Живет почти 15 миллионов бобров. Представляете, насколько это много? И пятое. Самое лучшее, самое популярное лакомство в Канаде это донавы. Здравствуйте, я живу в Израиле. В Израиле очень жарко летом. Но летом тоже нет ни капельки дождя. А зимой у нас много дождей, но не так уж и холодно, и зато нет снега. И пендига ест гангурс. И пендига ест золото. О, золото! И пендига делают вино и шампанское. Пока! Пока! До Нового Года осталось полтора месяца. Каким он будет на этот раз, пока никому не понятно. Но на то Новый Год, что испортить его нельзя ничем. Начинаем готовиться! Почему все так любят Новый Год? Потому что это праздник. На него дарят подарки, и все веселятся. Еще на Новый Год можно нарядиться так, как на другие праздники. Никогда не нарядишься. В интернете и в магазинах сейчас можно себе найти любой костюм. А раньше нашим бабушкам приходилось шить наряды для наших мам и пап. Самим. И это было даже интереснее. Потому что все костюмы были особенными. И не похожими друг на друга. У нашего репортера Варвары Рыбиной мама и сейчас шьет все наряды сама. У Варри каждый год новый образ. Не похожий ни на кого. Например, в прошлый раз это была мышка. Мы шили спортивный костюмчик, который потом, например, можно носить. Пришивали просто к нему хвост. И он был такой серый, бархатный, как вот у мышки шерстка. Еще мы шили костюмчик ведьмочки. Шляпку остроносую, юбку такую. То есть у нас ведьмочка такая была. Добрая. Добрая и веселая. И яркая. Потому что Новый год это все-таки яркий такой праздник. Когда вы шьете костюмы сами, можно придумать что-то такое, чего ни у кого больше не будет. Например, костюм бутылки Кока-Колы. Или костюм аквариума с рыбками. В журналах у Варри и ее мамы много разных идей. Правда, каждый год есть своя особая мода. Следующий год по китайскому календарю будет серебристого металлического блока. И для этого нужно одевать серебристое, белое и немного королевое. На этот Новый год нужно выбирать светлые костюмы и платья. Желательно с пайетками и блестками. Украшения брать лучше металлические и крупные. Хотя сверкающие и переливающие украшения тоже никогда не уходят из новогодней моды. С серебристым и белым мы еще более-менее разобрались. А что вот делать с коровьим? Кажется, мы нашли и такой наряд. Правда, он пока только шьется. Изначально делается какая-то основа, вот такая вот круглая. То есть по картинке потом дорабатывается она. После этого мы делаем выкройку. С помощью вот такой вот пленки мы ее наносим. Прорисовываем. Делаем выкройку. Наносим ткань. Соединяем ее всю. И, соответственно, после этого обтягиваем эту голову. И у нас получается вот такой вот интересный результат. Это и есть тот самый серебристый металлический бык. Большая ростовая кукла. Как только его доделают, он сразу отправится на главные новогодние площадки города. Чтобы стать главным символом 2021 года. Только вот к детям на елку у него прийти не получится. Ведь до 1 января отменили все праздники. А значит и все костюмирные вечеринки. Не знаю, как пройдет Новый год в этом году. Но модницы найдут, что надеть и где это показать. Даже если вы будете отмечать Новый год только дома, обязательно придумайте себе красивый наряд и яркий образ. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. Самый известный детский талант – задавать вопросы, на которые у взрослых нет ответа. Но с нами это не работает. У нас есть ответы на любые вопросы. Дорогие ребята, двигатель автомобиля не зря сравнивают с сердцем человека. Это сложный механизм, который создавался трудом и расчетами многих специалистов, которые называются инженеры. Главная задача двигателя – это преобразовать энергию горения топлива в движущую силу. И эта способность двигателя называется коэффициентом полезного действия. Чем выше такой коэффициент, тем мощнее двигатель. Подобно тому, как человек ест пищу и преобразовывает ее в энергию движения, в энергию мысли, энергию творчества, двигатель преобразует энергию топлива в энергию движения. Таким образом, относительно небольшой двигатель, который весит примерно 200 кг, способен двигать тяжелые автомобили. На сегодня это все. Остался только прогноз погоды. А потом начнутся длинные каникулы. И твоя главная задача – провести их с пользой и хорошенько отдохнуть. Увидимся через две недели. Пока! Всем привет! Меня зовут Алиса. Наконец-то наступила зима. И с этим прогнозом она будет снежной и холодной. Но совсем не такая, как в прошлом году. И нам снова придется одевать теплые шапки, перчатки и ботинки. И, кстати, надо гулять очень много даже зимой. Тем более в каникулы. Всем хорошо отдохнуть. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!